а добрый вечер друзья мы с вами в германии в мюнхене и место это называется культур халле однако если причислять бокс спорт вообще культуре то самое что ни на есть культурное мероприятие мой первом тяжелом весе григорий дрозд россиянин против павла мелкомяна ирония судьбы соотечественники встречаются на зарубежных рингах надо сказать что бокс как многие говорят в германии уже стал в колен давным-давно и все благодаря стараниям главного промоутера германского клауса питера коля и вот павел мелкомян это большая надежда промоутерской компании универсим боксинг он на контракте у клауса питера коля и серьезное испытание для григория дрозда 19 побед у павла мелкомяна 7 нокаутом один раз он проигрывал большие ребята под метр 90 оба и вес этот кстати говоря крузер вы знаете это до 90 килограмм первый тяжелый первый раунд рост провел 24 боя на ринге из них выиграл 19 раз нокаута и ни разу не проиграл он в желтых трусах но если кто сомневается там надпись дрозд мелкомян подсаживается садится низко сближается расчет на то что учитывая очень приличную скорость мелкомяна удастся нанести нокаутерующий удар в момент сближения а удар у мелкомяна очень опасно жестко действует дрозд и жестко действует его противник зарядились что называется с самого начала с первых секунд боя на жесткую работу в отличие от буйной эмоциональной американской или мексиканской публики на боксерских боях в Германии часто царит эдакая академическая атмосфера тишина и полное внимание чтобы завести эту публику нужно много сил и нужно обладать определенной харизмы нужно нравиться атака дрозда неприятный удар у мелкомяна нужно быть внимательней видите он собирается перекрывается группируется в такой комок мускулистый сближается и рубит из этого расстояния с этой дистанции коротко и очень сильно это его тактика ну и на дистанции не стоит расслабляться мало мало действий левой рукой у Григория дрозда с его-то ростом вполне можно действовать джебом с дальней дистанции более осмысленно и уверенно что это такое да несмотря на жаргонное выражение оно справедливо нельзя получать удары справа ну вот тот самый случай когда встречаются на ринге наши соотечественники не нужно переводить установки тренеров посмотрим как Павел выполнит эти установки удар у него увесистый надо признать понятное дело и вес большой ну вот почему дрозд отходит прижав к себе левую руку это выше моего понимания вместо того чтобы закрывать видимость противнику придерживать его угрожать а то и бить да тревожить надо противно не облегчать ему жизнь тем что нет ударов оооо хлесткий правый точно в подбородок мелкомянно наносит классический удар тренер как в воду глядел трос действует очень грамотно после такого удара конечно можно ожидать что боксер начнет прятаться в клинче что боксер начнет бегать ничего подобного лучшая защита нападения чего не отнимешь у дрозда конечно это уверенности в хорошем смысле нахальство и стойкости он действует молодцом сейчас фокс фокс молодец хорошая атака дрозда притом с дистанцией которую в общем честно говоря высокие ребята не очень любят на уровень как все большинство я бы сказал рефери немецких рефери этот рефери вообще просто никакой флегматик нерешителен и не очень квалифицирован на мой взгляд посмотрите бывают случаи когда нужно вмешиваться не то что быстро авторитарно два промаха мелкомян ну что и публика кажется расшевелилась хороший бой получается с интригой ну вот мы у нас артур молодец сморканина 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 не суетесь разворот не закрывай не надо не надо еще слышишь правая ручка наверху вот здесь правая вот тут и работаем левым все спокойно так бляди ничего сказать Удивительно, как Григорий прозевал этот удар. У меня такое ощущение, что он его видит. Удар был увесистый. Очень неплохие данные у Дрозда. Быстрый, умеет действовать серийно, уверен. Настроение всегда такое боевое, веселое в бою. Единственное, чего бы я ему пожелал, конечно, восполнить один недостаток. Все-таки не хватает веса в его ударах, тяжести. Но этот недостаток устраним. Его легко устранить. Велкомяна уже травма. Оба опасно головой идут. И вот здесь роль рефери важнее и важнее. Он допустил то, что произошло. Все, кажется, Велкомян выдал все, что у него было. Все козыри. И Дроз приспособился к этому. Можно, можно продолжать бой, говорит доктор. Ну, кто виноват в этом столкновении? Велкомян часто идет головой вперед. Видите, как сейчас. Все переходит в силовую борьбу. Когда один из бойцов начинает клинчевать, это либо после того, как он пропустил удар, либо от неуверенности. Снова два мощных промаха у Мелкомяна. Снова силовая борьба. Кстати, она не нужна ни тому, ни другому. Только силы зря расходуют. Но похоже, что Григорий Дрозд взял под контроль уже бой. С него снимают очко. Спохватился рефери. Хлесткая двухударная комбинация Дрозда и ответ Мелкомяна. Тоже очень неприятный. Не знаю. Мне кажется, придиркой вот это вот снятие одного очка, который рефери устроил. Спохватился он. О, и еще одно снимается. Григория Дрозд. Но это полный непрофессионализм. Вот на повторе видно было, как действовал Дрозд. Рисково, прямо скажем. Но очень решительно. Снова попытался связать Дрозда Мелкомян. Вот это прекрасная атака. И правый удар Дрозда вышибает капу изо рта у Мелкомян. Да, мы были с вами правы. Похоже, Дрозд взял бой под контроль. Ложный удар справа. Акцентированный удар по корпусу. Снизу левый. Это Дрозд. Отлично действует в этом эпизоде. Похоже, Мелкомян потерялся. Атаки Дрозда становятся все более частыми и все более опасными. Он взял инициативу в свои руки. И достаточно разнообразно действует. Согласитесь. Не повторяется. Это отличное качество. Быстрая комбинация серии ударов по туловищу. Мелкомяну не нравится. Связывает его. Связывает Дрозда. Но вот предпринять что-то ничего не удается пока что Мелкомяну. Наверное, потому что арсенал его все-таки ограничен. И снова Капа вылетает после удара Дрозда. Я представляю, какое разочарование сейчас царит. В штабе Клауса, Питера, Коля. Они вообще-то очень рассчитывали на Мелкомяну. Он у них на контракте. И он вполне приличный боец. Который мог бы сделать карьеру в Европе, по крайней мере. Вы видели все сами. Три мощных удара. И последний левый крюк, конечно, нанес. Такий сильный урон против. Восстановиться будет сложно. Отквитал. Обиду. Григорий Дрозд. Квитал нокдаун. И настроение у него, по-моему, очень хорошее. Очень хорошо это было сделано. За счет шага вправо Григорий Дрозд вскрыл оборону противника. Казался под прямым углом практически. Последний удар точно попал в цель. Смотри, правая рука. Вот здесь правая рука. Вот здесь правая рука. Дай газ, блин. И левую руку. Дерну вот. Что такое? Давай, братан, я тебя прошу. Давай. Соберись. Отдай себе. Вот что такое джеб. Как только пустил в ход левую руку Григорий Дрозд, все осталось на свои места. Ну, и сейчас он просто хозяйничает в ринге. Ну, как вам это нравится? Чистая работа. Нокаут. Стоп. И это после того, что Григорий сам оказался на полу в начале боя, в дебют. Восстановился. Очень радуется. Вот что такое хороший психологический настрой, активная работа, уверенность в своих силах. И несмотря даже на то, что Григорий тоже достался в этом бою, этого ничуть не обескуражен. В общем, молодцом. Посмотрим, как будут развиваться события дальше в карьере Григория Дрозда. Нам нужен свой герой. Нам нужен свой чемпион. И нам нужен не просто чемпион. Нам нужен яркий чемпион. Не знаю, как повезет, но пока что, на мой взгляд, у Григория Дрозда все данные. Для того, чтобы стать таким чемпионом. Профессиональный бокс в России делает сейчас все более и более уверенные шаги. Наши ребята все чаще и чаще появляются на зарубежных рингах. Я не говорю о тех, кто уехал. Это особый разговор. Я говорю о тех, кто выезжает сейчас за рубеж. Это единый мир, профессиональный бокс. Границ нет. И чем больше опыта будет, тем больше надежд у нас будет на то, что у нас появятся яркие, блестящие бойцы, которые достигнут вершин в профессиональном боксе. Итак, победа нокаутом Григорий Дрозда. Я прощаюсь с вами, друзья. Желаю вам всего доброго. До новых встреч. Аплодисменты. Продолжение следует...